Всем привет! С вами снова Алла Касаткина и проект Ладная Я. И мы с вами продолжаем, вернее, начинаем серьезно говорить о мужчинах, женщинах, отношениях и деньгах. Почему так получается, что встречаются мужчины и женщины, казалось бы, между ними вспыхивают яркие чувства, им хорошо вдвоем, они рады, они решили пожениться или начать жить вместе, все хорошо, все сладко, но вдруг в какой-то момент женщина обнаруживает, боже мой, в семье нет денег, мама дорогая, муж набрал кучу долгов, и что с этим делать. И они начинают прибегать ко мне на консультацию и спрашивать, Алла, как же так получилось? Вот я ему верила, я думала, у нас будет все так красиво, он за мной так красиво ухаживала, когда мы поженились, вдруг он начал меня ограничивать в тратах, начал диктовать мне условия, куда мне девать деньги, что мне делать, что мне можно, чего мне нельзя. Потом он вдруг начал обеспечивать всю свою семью деньгами, а мне постоянно отказывает, он даже отказывается покупать мне или детям вещи, экономит на мне, а покупает своим родственникам. И это проблемы, с которыми на самом деле очень часто сталкиваются женщины. Бывают еще более неприятные ситуации, когда мужчина вдруг резко объявляет, а мне на работе стали меньше платить, и приносят с каждым разом все меньше и меньше денег. А проходит какое-то время, полгода, год, иногда у некоторых счастливых, в кавычках, жен, проходит до трех лет, и они вдруг обнаруживают, у мужчины есть вторая семья, в которой даже уже есть ребенок, на которого тоже нужны деньги, и именно поэтому ему стали мало платить. Именно поэтому из семьи исчезли деньги. Что же получается? Женщина, с одной стороны, мечтает найти себе мужчину для того, чтобы чувствовать себя защищенной, чувствовать себя безопасной и уверенно, быть уверенной в том, что у них все будет хорошо. Но вместо этого чаще всего она сталкивается с тем, что появляются отношения и начинаются проблемы. Начинаются проблемы там, где она совершенно этого не ожидала, она даже не думала. Он вроде как говорит, что ее любит, но денег постоянно не хватает, постоянно начинаются какие-то претензии. Я уже говорила в одной из своих статей о том, что тема денежная, она на самом деле чаще всего бывает причиной ссор и семейных взаимных претензий, чем любые проблемы, связанные с сексом, распределением домашних обязанностей, воспитанием детей, обязательствами перед родственниками какими-то, которые мы готовы на себя или не готовы взять. Это все вспыхивает, потому что деньги присутствуют во всех сферах нашей жизни. Что делать в этой ситуации? Именно для этого мы, собственно говоря, и создали для вас курс, чтобы вы понимали, что тем, сколько у вас есть денег, тем, как вы ими распоряжаетесь, вы управляете сами. Первое видео будет посвящено тому, как вы можете обеспечить свою безопасность, финансовую безопасность. Мы говорим только о финансовой безопасности, о том, чтобы вы были всегда при деньгах на разных этапах вашей жизни. Давайте рассмотрим их подробнее. Допустим, смотрите, познакомились мужчина и женщина. Что делает женщина? Да, она сразу вся влетает в эмоции, все хорошо, у нее душа поет, тут бабочки летают, там у нее планы на будущее, на счастливое. И она не обращает внимания на то, как мужчина с ней проводит время, что он делает, как он тратит свои деньги, как он реагирует. Либо наоборот, она слишком придирчиво выставила какой-то свой ряд требований, которым мужчина должен соответствовать. Если он им соответствует, она говорит, так, все, прошел. Но на самом деле женщина оценивает только то, что есть сейчас. Женщина не интересуется тем, как мужчина относится к деньгам, как он планирует свое финансовое будущее, что он думает о том, как он будет развиваться дальше, какие у него карьерные планы, какие у него планы на то, чтобы статус занять в обществе, что он об этом думает. У нас начинаются первые встречи, у нас начинается времяпровождение совместное. Женщина хочет праздника, все нормально, все хорошо, вполне логично. Но о чем забывает женщина? Праздник будет длиться не вечно. И если вы действительно будете иметь серьезные отношения с этим мужчиной, когда-нибудь праздник закончится, и вы столкнетесь с тем, какой мужчина с его денежными привычками в повседневной жизни. А вы не знаете, совпадают ли ваши привычки, привык ли он тратить деньги постоянно, или привык он наоборот их экономить, а для того, чтобы произвести на вас впечатление, он сегодня пускает пыль в глаза. Вы же не знаете этого, вы этим не интересуетесь. Теперь следующий этап ваших отношений, вы становитесь парой. Вы начинаете решать, куда вам вместе ходить, что вам вместе делать, как вам проводить свое совместное время, отпуска, как тратить на это деньги. Вместе, кто на кого тратит деньги, кому чего можно, кому чего нельзя. Хорошо, и этот этап, допустим, вы благополучно прошли и пришли к свадьбе. И здесь начинается тоже куча неожиданностей. Как отпраздновать свадьбу? Сколько гостей пригласить? Сколько денег потратить на свадьбу? Что вы хотите в качестве свадебного путешествия? И начинается, я хочу праздник, я хочу шикарное платье, я хочу то, я хочу это. Да, я понимаю, это все хорошо, это наши мечты, и мы хотим их удовлетворить по полной. Но, милые мои барышни, а кто-нибудь из вас сталкивался с ситуацией, как одна из моих клиенток столкнулась? Свадьбу отпраздновали шикарную, все хорошо было. Муж ни о чем не говорил, что свадьба вся идет в долг. И как только свадьба закончилась, и все подарки, которые были в деньгах подарены, в конвертах, на свадьбу, муж собрал и сказал, ого, а мы только собрали с тобой 20% того, что я потратил на свадьбу. Поэтому, моя дорогая, затягиваем пояса, никаких свадебных путешествий, никаких развлечений, работаем на то, чтобы отработать свадьбу. Эта семья, к сожалению, распалась, еще не выплативши свои долги за свадьбу. Когда женщина не обращает внимания, как жить, она забывает о своей финансовой безопасности, потому что мужчина укаживал очень красиво. Все было просто шикарно, все были в восторге, но никто не знал, что это в долг. Следующий момент. Начинает семья совместная жизнь. Где будут жить, на каких условиях будут жить, сколько денег будут тратить на это, как будут расходовать семейные бюджеты, как его будут планировать, а как будут совмещать свои доходы, какая часть есть у одного, у второго, будут ли они планировать свое будущее, думать о том, чтобы после развода, не дай бог, если что-то случится, даже если не развод, мы все ходим под богом, и может завтра случиться что-то, чего мы не знаем. Если что-то случилось, и ваш партнер заболел, не дай бог, он куда-то исчез из вашей жизни, и вы должны тоже быть уверены в своем завтрашнем дне. Но что же происходит? Ко мне приходят точно так же на консультацию женщины и говорят, «Алла, все было хорошо, но вот я пять лет сидела дома, воспитывала детей, у нас замечательные мальчики, все хорошо, но вдруг муж пришел и сообщил мне о том, что у него есть другая женщина, она случайно забеременела, и поэтому он, как порядочный человек, должен жениться. То есть я остаюсь без работы, без квартиры, потому что мы жили на съемной квартире, я остаюсь с двумя детьми, а дети привыкли ходить в хорошую школу, но теперь у меня нет ни копейки денег, у меня даже нет профессии, потому что я потеряла свою квалификацию». И получается, что финансовая безопасность женщины далеко не обеспечена. А не дай бог грядет развод, не дай бог грядет развод. Как отстаивают свои интересы финансовые женщины? Большинство женщин, к сожалению, даже не умеют правильно сказать о том, что для них важно в процессе развода. Они ведутся на какие-то эмоциональные вещи во время развода больше, чем на вещи, которые касаются денег. Они пытаются что-то кому-то доказать, кого-то где-то ущемить, и очень часто теряются в деньгах очень сильно. И поэтому что мы можем с вами сделать? Именно этот курс направлен на то, чтобы вы научились. Мы будем делать и семинары, мы будем проводить тренинг, который так и будет называться «Госпожа благополучия», потому что женщина будет, всегда в семье отвечают за благополучие, за то, сколько денег есть в семье. Это задача женщины. О том, как расширять денежное пространство семьи, о том, как планировать свое будущее, как защищать свои интересы, как правильно выбирать мужчину, кстати, я расскажу уже в следующем видео. А сегодня давайте вы получите еще одно домашнее задание, которое вам позволит оценить, насколько вы на сегодняшний день, из того, что вы узнали в этом видео, хоть как-то соблюдаете свою финансовую безопасность. Я перечислила разные этапы жизни, совместные женщины и мужчины в отношениях. Я перечислила, какие бывают проблемы. Если нужно, переслушайте еще раз в замедленном режиме, отметьте, на каких стадиях какие вы ошибки допускали. И здесь, в комментариях, напишите, на каких этапах ваших отношений с мужчиной, какие ошибки, не защищающие вашу финансовую безопасность, вы уже допустили. А дальше мы с вами будем разбираться с тем, как мы можем вам помочь справиться с этой ситуацией, в чем корни этих ситуаций, и как вы можете защитить свою собственную финансовую безопасность. А в следующем видео, для тех, кто еще сейчас находится на этапе начала отношений или выбора партнера, я расскажу о трех очень важных индикаторах, маячках или сигнальных этих сиренах, на которые нужно срочно обращать внимание, если вы начинаете отношения с мужчиной. Потому что, если эти три индикатора сработали, из этих отношений нужно бежать, как ошпаренный, подальше от этого человека, потому что вам обречены вы просто будете на безденежье в отношениях. Итак, помните, вы сейчас анализируете этапы своих прошлых, какой у вас был опыт отношений с мужчиной, анализируете эти отношения, на каких этапах, какие ошибки вы допускали. И пишите мне здесь, в комментариях. А дальше мы будем разбирать, как это можно устранить.